Здравствуйте, дорогие друзья! Вновь в эфире передача «Просто о вере». Я ее ведущий, священник Сергий Рыбаков. Начался Великий пост 2023 года. Традиционно, из года в год мы говорим о том, что это время особой духовной весны, когда все человеческое должно распуститься в нас, чтобы потом обожиться. И те, кто смотрел и смотрит нас регулярно, постоянно, знают, что в этот момент, в контексте Великого поста, мы стараемся поговорить о тех неделях, которые сначала к этому посту нас готовят, потом о неделях, из которых этот пост состоит, потому что это некоторые смыслы, в которых можно вращаться бесконечно, можно бесконечно что-то вытаскивать полезного для себя. Мы долгое время беседовали в нашей студии о подготовительных неделях к посту. Мы говорили о неделе Закхее, о неделе Амытырии и Фарисеи, о блудном сыне, о последнем суде. И вот вчера было прощенное воскресенье. Интересно, что вот этот день в году, к которому мы сначала готовимся, к которому мы идем, то есть финаль, финальная точка, финальный аккорд подготовления к Великому посту, это прощенное воскресенье. В то же время прощенное воскресенье – это начало, начало Великого поста. То есть начать нам нужно с прощения. Мы много раз уже так или иначе к этой теме подступали. И вот не лишним будет и в этом году начать наш пост и начать наши передачи великопостные с разговора о прощении. Почему оно столь важно? Почему на нем такой акцент наводит и делает на нем церковь? Поговорим с нашим гостем, с отцом Николаем Зининым. Отец Николай, здравствуйте. Добрый вечер. С Великим постом. Спасибо. Мы договорились поговорить о прощении не как о некоторой теории, не с точки зрения теории. Философия прощения, богословия прощения. А мы хотим, может быть, ответить на некоторые вопросы именно с практической точки зрения. Почему прощать тяжело? Почему прощать – это не просто сказать прощаю и разрешаю. Почему между этим словом «прощаю» и действительным, настоящим прощением, как освобождением человека от чувства вины, проходит иногда десятилетия, годы. Почему так сложно не просто сказать, но действительно это прощение пережить. Кроме всего прочего, я думаю, что если сегодня мы с вами в нашей передаче не уложимся, мы можем продолжить разговоры о том, что простить мы можем не только другого человека, но еще и призваны простить себя самих в каких-то ситуациях. Вообще, это допустимо с точки зрения православного богословия? Имеем ли мы такую возможность и силу прощать себя? Или же это нечто, что должен нам дать другой? Есть вообще провокация. Я у некоторых отцов встречал, что и Бога иногда мы тоже должны простить. Хотя Бог в нашем прощении не нуждается, но Он так внутри нас самих закабален. Он так внутри нас иногда бывает непрощен. Непрощен за то, что не выполнил чего-то, не сделал как нам приятно, что допустил зло, страдания в этом мире. Что иногда и Богу тоже необходимо дать прощение. Об этом, обо всем мы поговорим с вами в течение нашей сегодняшней встречи. Если понадобится, встретимся еще раз в следующий понедельник. А начать бы мне хотелось с интересной цитаты. Цитата принадлежит митрополиту Антонию Сурожскому, где он вообще размышляет о страдании. Но в этом рассуждении есть тема прощения, поэтому я бы хотел ее вам предложить как отправную точку. Возьмите другую ситуацию. Речь пойдет о конкретном человеке. Мой старший друг Федор Тимофеевич Пьянов во время войны был взят в концентрационный лагерь. Я встретил его после войны, и в беседе он сказал, что из лагеря, где он провел 4 года, он вынес тревогу. Я спросил, что он имеет в виду. Потерял ли он веру? Или его одолело отчаяние? И он ответил, нет. Но пока я был в лагере, я чувствовал, что у меня есть право и власть заступаться за тех людей, которые так мучили нас. Потому что в каждое мгновение я был страдальцем и имел божественную власть прощать. Теперь я не страдаю. Но те люди, которые причинили нам столько нравственной боли и физического страдания, стоят перед Богом. Когда-то они станут перед Его последним судом. И когда я молюсь о них, я чувствую, что не могу больше молиться с уверенностью, что Бог меня слышит. Потому что я больше не страдаю. Я ничем не могу доказать Богу, что моя молитва искренняя, что она идет из глубин. Вот человек, который встретился со страданием и сумел подойти к этой встрече творчески. Это стало возможным, потому что в его подходе было достаточно крепости, чтобы зло было сведено на нет. Хотя боль, страдания остались. Один из наших епископов, погибших в сталинское время, сказал, «Для христианина привилегия умереть мучеником, потому что только мученик сможет в день суда встать перед судным престолом Божьим в защиту своих преследователей и сказать «В твое имя и по твоему примеру я простил их. Тебе больше нечего взыскать с этих людей. Это до конца творческий подход к страданию, и это до конца творческий подход к прощению». Как цитата? Да. Часто я размышлял тоже о судьбах XX века людей. Это было очень непростое время. Хотя, как показывает наша история, простого времени, наверное, нет на земле. Здесь все равно, по крайней мере, в этой цитате цепляют слова о необходимости страданий. То есть как будто бы человек до конца не освободился из этого лагеря. То есть необходимость в страданиях, чтобы быть уверенным, что Бог слышит, и ты имеешь эту власть. Это очень… Ну, то есть, скажем, лет 10 назад я бы по-другому это услышал. Именно вот как в плане второй цитаты, что мученик может встать и сказать, это власть ему дана Богом. Но теперь я тут слышу именно некий даже запрос на страдания, чтобы иметь эту власть. И тут в свете моих размышлений, мне кажется, многие, почти все люди вокруг темы власти так или иначе вертятся. Мы как бы поглощены этой темой, мы ищем ее. И даже в таких вот моментах, когда, казалось бы, там совсем другая ситуация, да, здесь все равно пьянит и дает какой-то импульс жить тоже тему власти. Я, наоборот, вот слышу в этой фразе некоторую такую очень интересную апофатическую сторону описания самого прощения. Что, оказывается, прощать… Мы всегда прощаем состояние страдания на самом деле. Ведь если бы мы не пострадали от другого человека, нам не нужна была практика прощения. То есть мы подходим к человеку или человек подходит к нам с просьбой о прощении. И он в идеале, он понимает, за что он просит прощения. Ну, там, не знаю, грубое слово, предательство, невнимание, нелюбовь, незабота, ненежность, неласка. Вот были проявления в мой адрес, что привело меня к некоторой боли. И природа прощения такова. Я вот в большей степени хотел ваш комментарий услышать на тему того, что это некая божественная власть. Что Господь нам дает власть, делегирует какую-то часть своих полномочий освобождать людей от чувства вины прощением. И вот это вот прощение, оно может быть только вот сопряженным именно с некоторым страданием. И все великодушие прощения, оно проявляется тогда, когда я именно в ситуации боли, в ситуации страдания. То есть, когда мне больно. Ну, вот меня предал человек. И в этой ситуации боли все великодушие и вся полнота практики прощения может проявиться. Когда я не страдаю, ну, предал и предал, то и прощение становится каким-то куцем. Уходит вот эта некая божественная составляющая, которая, ну, наверное, максимально явлена на Голгофе. Прости им, Господи, ибо не ведают, что творят. Это ситуация тотального страдания, убийства, смерти. Как вам кажется? Ну, а мне кажется, я вижу тут другой аспект. Именно, что вот такое повседневное принятие и прощение, оно где-то сложнее, чем именно... И сам человек, как я услышал из этой цитаты, говорит о том, что у него тревога именно потому, что сейчас не получается прощать. То есть тогда было ему легче прощать этих людей, потому что в силу своей веры он понимал, что им будет тяжелее потом на суде, и он переживал за них. А теперь, когда нет этих мучений его личных, ему тяжелее прощать, потому что вроде бы... Или он сомневается вот в этот аспект, что Бог дает нам право прощать, но при этом это все зачастую именно муками подкреплено, оно как-то выкручивает на максимум вот эту стройку. А в повседневности она не на максимум уже работает. То есть мы не встречаемся с Голгофой в повседневной жизни. Хотя такие экстренные какие-то ситуации бывают, конечно, у людей, но это как бы редкость. Вот. А мне кажется, гораздо важнее именно увидеть эту возможность простить в повседневности. И для меня, наверное, вот на данном этапе прощение, оно равно принятию. Принятию. Принятию и пониманию ситуации. Когда я до конца могу понять поведение человека, то, ну, чем более полно я могу для себя объяснить эту ситуацию, почему человек так поступил, тем меньше мне остается... Они как бы как взаимосообщающиеся сосуды. Чем больше я могу описать ситуацию поведения человека и понять ее, принять в чем-то, тем меньше остается необходимости именно в прощении. И мне всегда этот пример тоже, по-моему, у Антония Сурожского есть, когда мужчина зашел с детьми в автобус, и они себя как-то неадекватно вели, а он отстраненно сидел и смотрел в окно. А они чуть ли там не цепляли пассажиров, как-то вели себя громко, шумно. И когда кто-то сделал ему замечание, он сказал, что мы похоронили мать, и они остались сиротами. И как бы... И тут уже и не надо никого прощать. То есть как только мы понимаем до конца ситуацию, в которой оказались эти люди, то мы им разрешаем сесть на голову, сорвать с нас шляпу, и при этом нет никакой обиды. И вот мне кажется, вот это очень важно... Но это, кстати, очень удивительно подчеркивает цитату, вот приведенную из... Ну да, он как-то видел глубже ситуацию, видимо. Со стороны пассажиров автобуса дать прощение было сопряжено со страданием этих детей. То есть как только они поняли, что находятся в центре страдания, а сами пассажиры вдруг вошли в ситуацию со страдания, прощение уже и не нужно. Ну да, может быть, получается так, что изначально сами пассажиры претерпевали страдания от этих шумных пассажиров, от детей. А когда они поняли, что глубина страдания с той стороны больше, вот они эту ситуацию по-другому увидели. Может быть, этот человек в концентрационном лагере увидел глубину страдания надзирателей, что она гораздо больше, чем его, потому что моральная правда на его стороне. Но тут очень тонкая на самом деле грань. Это просто ситуация, которая помогла ему выжить, и она тоже все равно травматичная. А в повседневной жизни, да, зачастую, может быть, нам мешает как-то ситуацию прожить более гармонично. Именно то, что мы концентрируем... Тут еще момент, на чем мы концентрируем внимание. То есть даже вот ситуацию с автобусом взять, или ситуацию даже с лагерем. Я на чем или на ком концентрирую. То есть я на себе концентрирую внимание, тогда у меня нет возможности почти простить. Потому что простить, принять другого, оно... Это выход из себя навстречу кому-то. И поэтому чем больше я концентрируюсь на себе, самом любимом, тем меньше у меня возможности кого-то принять другого и простить его. То есть понятно, что моя глубина страданий больше однозначно будет. Правы те святые отцы, которые, и не только святые, там, священники, к которым приходят люди и расписываются в собственном бессилии простить? Ну, такое часто мы слышим. Я бы рад был бы простить, но не получается. Вот. Правы они, если они говорят, что это от гордыни? Ну, в чем-то, наверное, да. Ну, а с другой стороны, бывает, что на самом деле люди очень больно делают друг другу. И бывает, что в нас нет вот этого ресурса, чтобы простить. И здесь у меня вспоминается момент, он не совсем про прощение, но про принятие. Когда я был наставителем храма Мученика Трифона на 113-м километре, у нас была там практика лапзания мира. Вот когда перед пением символа веры возлюбим друг друга, диакон возглашает. Ну, там у меня диакона не было. Вот. И это возглас, не просто возглас, а как бы призыв к объятиям, чтобы в мире, да, в прощении вступить в самую главную часть литургии, чтобы причаститься. И мы все обнимались, потому что народу не очень много было наслужено. Ну, когда было много, это долго занимало. Но мы все равно это делали. И у меня супруга, она искренне так недоумевала, говорит, а как ты можешь вот так вот легко со всеми этими людьми, многие из которых были мне и не знакомы, так вот запросто взять и обняться. И на самом деле, вот, наверное, литургия тоже такое удивительное пространство, где я так это осмысливал тогда и, наверное, сейчас так же думаю, что это именно вот как вы сказали, что Бог дает нам некую власть, вот, ну, даже возможность, скажем, в свете Его любви к этим людям взять их и обнять. Потому что, да, я лично не знаю, может, он человек даже внешне мне и неприятен, но я точно знаю, что Бог его любит, и Бог бы его точно бы обнял. И вот это, наверное, два таких пути, да? То есть, когда я знаю, чувствую, что я могу простить человека, например, мой ребенок, как бы он не навредил там себе или мне, там не может быть речи о непрощении, наверное, хотя, наверное, разные тоже ситуации, пока дети маленькие нет, об этом речь. Вот, а когда, и это надо делать, потому что это в первую очередь, наверное, благо для нас самих. Вот вы сейчас привнесли слово «надо», и очень многие люди в «Прощенное воскресенье», они как бы тоже недоумевают, зачем нас церковь, условно говоря, так заставляет, условно говоря, в спины толкает друг навстречу другу. Ну, допустим, вот с исповедью, мы очень много в последнее время у нас в храме, с вами диспуты были, дискуссии, которые мы проводили, диалоги богословские. Мы говорим, что, ну вот возвращаем, как бы понимание исповеди, как таинство, которое должно созреть в намерении и вырасти. Плохо, когда церковь, например, тебя фактически понуждает, пригибает твою шею к полу, что ты должен каяться. И тогда это получается, ты находишься в реактивном таком действии, то есть ты реагируешь на то, что церковь тебе поставила как условие. И в «Прощенном воскресенье» ведь как будто бы то же самое. Ну, хорошо, прекрасно было, когда неделя о блудном сыне, неделя о «Последнем суде», когда я могу дистанцироваться, например, от притчи и покатать ее, поразмышлять, порешать ее как задачу, как духовное упражнение. Но совсем другое дело, когда «Прощенное воскресенье» как практика и служится специальный вечерний чин с чином прощения, где все люди просто обязаны подойти к друг другу. И часто, например, схлопываются какие-то смыслы за счет того, что люди, которые вообще никогда друг друга не видели, впервые оказались на службе, или люди, которые в принципе не испытывают по отношению к друг другу никаких там антипатий, должны подойти к друг другу, сказать «Прости», хотя не понимают, за что просить прощения. Вот как вы, как священник, например, для своих прихожан разъясняете эту ситуацию? Вот зачем им сейчас подходить к друг другу, когда они друг перед другом особо-то и не виноваты? Ну, я думаю, тут несколько смыслов можно важных для себя найти. Первый – это то, что кому-то из прихожан это необходимо, но они не могут сделать первый шаг. И часто так бывает, когда там сталкивает Господь людей, которые враждуют, и они как-то вот вынуждены коммуницировать, и это на самом деле может стать первым шагом к примирению, к дальнейшему. А кроме того, лишний раз обняться тоже неплохо. А еще я подумал, что можно это назвать промыслом у человека, можно это назвать некой максимой внутренней, которой мне трудно соответствовать, я и не соответствую. И из-за этого качество коммуникации моей с другими людьми тоже страдает. И вот можно, в любом случае, есть за что попросить прощения, что я недостаточно дал своей душой, своим сердцем вот этому человеку, как-то он от меня закрыт все равно. То есть где-то дистанция, на которой я держу людей, она слишком большая. Мы обжигаемся, да, то есть вот вопрос дистанции тоже очень сложный, да. Кого-то мы подпускаем ближе, человек нам делает больно, и мы всех остальных тоже отталкиваем на два метра там от себя. Сейчас родилась, кстати, интересная метафора, что иногда большие тягачи, которые сломались, их везут на жесткой сцепке. А легковые автомобили мы можем на тросике, который периодически там может сминаться там и так далее. То есть здесь вот такая интересная метафора, мне показалось из ваших слов, этой самой дистанции. То есть действительно мы очень часто людей держим на жесткой сцепке. Ну да, и может быть нам самим более гармонично и радостно было бы, чтобы они были ближе. Ну вот это интересный, кстати, момент. Мне кажется, это тоже как-то связано с взрослением нашей души, когда мы... Потому что у нас как бы такие... Пока... Так же, как с мышцами, кстати, я вот увидел эту аналогию. Чем более гармонично работают мышцы, тем у них, во-первых, амплитуда более, и она более управляемая. То есть вот я делаю такое упражнение, когда надо из положения сидя на полу с согнутыми коленями плавно опустить позвоночник на пол. Вот позвонок за позвонком. И это не получается... У меня вообще не получалось. То есть в какой-то момент спина просто проваливается. То есть какой-то сектор не контролирует мозг, какие-то мышцы не включаются вообще. И вот это похоже с душой тоже так. То есть у нас либо жесткая сцепка, либо мягкая, но такая короткая, что будет постоянно биться. И будет больно, и будет машина как бы портиться, и думаешь, ну вот только на жесткой можно. И вот когда вот эта мышца духовная, которая отвечает за дистанцию, а тут, кстати, и агрессия, то есть вот эта мышца духовная, она многокомпонентна. То есть тут и агрессия, и эмпатия, и еще, может быть, какие-то вещи, потому что я вот об этом только что, она тоже вот такая всплыла метафора. И когда эта мышца тренируется, то она может и резиновой там становиться, эта сцепка. То есть она в какой-то момент может стать твердой, а в какой-то быть такой, что будет рядом и не будет биться. То есть это вот именно вопрос духовной практики, что я могу вот эту связь с любым человеком не жестко фиксировать, а делать так, что она меняется, как напряжение мышцы. А бывает, что многие мышцы, вот у меня плечевые мышцы, они настолько забиваются там в течение жизни, что их просто очень сложно как-то вообще размять. То есть даже делая какие-то интенсивные занятия, там и массаж, она все равно привыкает к состоянию постоянного напряжения. И так же может быть с людьми. И тут вот этот момент, когда тоже на массаж где-то похожий, мышцу надо надавить, чтобы она расслабилась. И может быть в каких-то отношениях между людьми им надо сблизиться. Пусть формально эта просьба о прощении прозвучит, но какой-то контакт, какое-то взаимодействие будет, которое поможет в дальнейшем развиться уже гармоничным, скажем, отношением. Ну вот есть еще одна такая вещь, которую я категорически не приемлю в прощенное воскресенье, потому что она мало того, что формализует саму практику, так еще и как бы ее коллапсирует, сдувает, выкачивает из нее воздух. Это когда все шлют друг друг какие-нибудь открыточки, мемасики, стишки какие-нибудь низкосортные на тему того, что ну прости, Бог простит, и в общем все это как-то выносит все вот эти смыслы, которые даже мы сегодня с вами проговорили, они как бы это все выносит за скобки. И тогда получается, что это все не более чем некий театр, какая-то реконструкция каких-то непонятных практик, которые ничего не меняют, ничего не преображают, ничего не преобразуют, и никаким образом, в общем-то, не работают. И поэтому в связи с этим вопрос. Понятно, что вот когда в храме, в храмовом пространстве сошлись люди, которые имеют на самом деле, ну не так много точек соприкосновения, но одна главная есть, да, мы все единомышленники в смысле исповедования веры, мы веруем в того Бога, который, в общем-то, ну описан, или о котором рассказано в Евангелии. Вот. И здесь хотя бы через эти точки соприкосновения мы действительно можем обрести смыслы вот из всех этих жестких, мягких сцепок и стать друг к другу ближе. Потому что и вся литургия, в принципе, построена по принципу такого сближения друг к другу на пути к Евхаристии. Но самое важное, самое главное зачастую человек как-то так маскирует, убирает. Это когда есть конкретно люди, обидевшие тебя, или есть люди, обиженные тобой. И вот почему-то им мы в этот день не звоним, не пишем, не стремимся приехать. И, конечно, мы сталкиваемся с тем, что практика прощения мертва. Вот как оживить, на ваш взгляд, практику прощения? Вот в таком ситуации. Вот не могу простить, говорит человек. Или не хочу простить. А я бы еще немножко сказал про вот эти смс-ки, которые вам приходят стишками. У меня почему-то мысль такая, этих людей тоже надо простить. Спасибо. За то, что они шлют. То есть они находятся в своей духовной ситуации, где это нормально, приемлемо. А может быть, это попытка... Вообще, тема прикосновения, она же болезненная. Это так же, как вот люди думают, что психология – это простая там вещь. Многие православные даже считают, что это шарлатанство какое-то. А ведь на самом деле прикосновение психотерапевтическое к своим проблемам, оно очень болезненное. И оно требует ресурсов, требует мужества. Поэтому у людей, которые понимают, что это болезненное, вот эти все картинки, стишки – это попытка обыграть эту тему так, чтобы она как бы не выглядела болезненной. Это когда вот, как в православе, в деревнях крест украшают всякими тряпочками красивыми на каждый цвет праздника. Это какое-то украшение, хотя это просто боль и страдание. И здесь тоже прикосновение к теме, это настолько болезненно для человека, что для него единственная возможность как-то его прожить – это послать такую картинку. Потому что он ближе не может, слишком больная для него эта тема. Здесь, Николай, представляете, время нашего эфира подошло к концу. Я вам задал вопрос, и, к сожалению, я очень не люблю такие ситуации, когда я задаю вопрос, и приходится гостя прерывать и вообще не дать ему ответить. Но, с другой стороны, видимо, то, что мы с вами запланировали этот разговор в двух встречах, спасет меня от позоров. И в следующий понедельник, когда мы с вами встретимся, мы начнем именно с вопроса, почему же так сложно прощать, и каким образом, может быть, есть опыт у самого отца Николая, как он может оживотворить в себе практику прощения, как подойти к ней, не знаю, если это нельзя сделать в лоб, подойти с каких-нибудь окольных путей. На сегодня я вас благодарю. А с вами, дорогие друзья, мы прощаемся. В следующий понедельник мы продолжим говорить о практике прощения. Присоединяйтесь. Разговор очень важный, злободневный, актуальный. Храни Господь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова